Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и у меня получилось, да, мы продолжаем проходить эту глючную забагованную игру, теперь продолжим твое приключение, Люсус. Твои новые умения помогут тебе избежать разоблачения и принести для меня еще больше душ, а мне, блин, больше, понимаешь, заняться нечем, дружище, как души тебе таскать, вот ты, мудак, заставляет меня заниматься такой ерундой, скотина какая, сидит тут на стуле, расселся, упырь, улыбка, как у Джека-потрошителя, а я, типа, за него работу делай. 24 декабря 1972 года, подскользнулся на праздники, ну, это неудивительно, где как не на праздники, люди там бухают, да, превращаются в полных свиней и подскальзываются, это, но в этот раз, наверное, будет летальный исход, потому что я Люсус, я достигаю поставленных целей. Нажмите и удерживайте пробел, чтобы пропустить. Так, я же извиняюсь, что я пью водичку, но без этого нельзя, пересыхает горло. Год выдался очень непростой, но мы не дадим этому испортить наше Рождество. Мы семья, мы есть друг у друга. Есть и пить, и бухать, и подскальзываться. Мы должны помнить друзей верных работников, которых потеряли. Да ладно, побольше таких речей и следующего срока в Сенате тебе не видеть, как своих ушей. Папа, что ж такое говоришь старый маразматик, Элистер? Принеси еще одну бутылку бургундского, а по пути включи рождественские огни. Быстро, сучка. Я тут главный, конечно, сэр. А, мне казалось, что он сказал Элистер, я думал, это баба какая-то. Какой-то старый хрен нам прислужит. Ну, не нам, а нашему папаше, мы круты. Алестер. Алестер, это, видимо, вот его мы сейчас будем, короче, убивать. Дворецкий Элистер. Кажется, все сидят за рождественским столом в столовой. Ну, за столом в столовой, это логично, да. Удивительно было бы, если бы сидели за корытом в столовой. Не звучит. Только Элистер находится вдали от людей. Возможно, мне удастся избавиться от него на улице. Конечно, удастся, елки. Да я вообще думаю, что те с твоими демоническими способностями, контроль над разумом и все дела, удастся от него избавиться прямо посреди стола. Взял какого-то мужика, контроль над разумом. А ну, бери нож, мужик. Мужик взял и заколол Элистера. И мужика посадили, и Элистер мертв, как бы. Два зайца одним выстрелом. Любишь охоту, Люциус? Наверное, не очень. Мне кажется, не очень ты любишь охоту, да. И такие аналоги с зайцами и выстрелами тебя не привлекают. Потому что он похож на среднестатистического солиста Metalcore Greencore группы. Где все орут, стучат по барабанам. Никакой мелодии, никакой музыки, ничего. Только бесконечная вакханалия и оргия для ушей. Ни хрена себе. Многовато свидетелей, да. Давайте все веселиться. Не могу поверить, что Агнес больше нет. Да забейте его, это прислуга. Кому она нужна? Эти люди заменяемы. Почему Элистер так долго не идет? А он еще дольше будет не идти. Слушай, давайте послушаем. Мне кажется, у хозяйки дом дела выходят из-под контроля. А вот это здорово. Что здорово? То, что пришел маленький кровосос, чертовы паразиты. Ты про меня? Все, я тебя наметил. Следующая жертва. А кто это сказал? Как еда? Все вкусно? Не знаю, я не пробовал. Мне не дают. Меня морят голодом. Посмотрите, какой я бледный. Ну, щеки, правда, не хилые. Такие, как хомяка, блин, вообще-то. Защекан Люциус. Что бы это значило? Я не знаю, о чем вы говорите. Какую-то чушь несут. Ну, собственно, как и я. Поэтому, да, видно, что я сын этих родителей. Значит, так. Давайте смотреть на камеру. Куда нам нужно? Правильно. Нам нужно вот туда. Как мы идем? Отлично. Все делаем правильно, Люциус. У нас с тобой интуиция. Дьявольская интуиция. Мы же дети дьявола, правильно? Ну, ты-то уж точно. Да и я, и я, вполне, возможно, да? Только ребенок дьявола будет снимать летсплей и выкладывать это на YouTube. О-о-о. Вот без этих вот эффектов просто никак я бы не догадался, что делать, да? Ну, все, я понял. Тут буллит тайм-то достаточно хреновый. Давай без этого обойдемся. Давайте что-нибудь придумывать. Вот он, значит, стоит. Он... Что там, собственно, избавиться от него, да? Удастся избавиться от него на улице. А почему не здесь? Кто-то есть, я не знаю. Почему от него здесь нельзя избавиться? Давайте попробуем пройти. Он нас пустил. Если ты играешь во дворе, будь осторожен. Земля может быть очень скользкой. Еще что-нибудь скажешь, нет? Он меня пропустил? Да, пропустил. Смотрите-ка. Так, хорошо. Тут когда-то сидел... Вот он. А, подожди, так это ты был. Ты тут сидел с крысиным ядом. Этого человека убить будет несложно. Он умственно отсталый. Я у него тогда украл крысиный яд. Смотрю, на следующий день он по-прежнему сидит тут на табуретке, смотрит на тарелку, что-то ждет. Чудо. Чудо. Ты как неумелые программисты, которые... Так, Люциус. Как сегодня поживает мой лучший друг? Слышь, ты своего лучшего друга держи, пожалуйста, при себе. Я вообще мамке расскажу, что педофила наняли на работу. Мне твои лучшие друзья не нужны. Я так догадываюсь, что поживает он не очень хорошо, потому что последний раз был в деле, наверное, во время Первой мировой, глядя, судя по твоему внешнему виду. Что мне с тобой делать, друг? Скажи, пожалуйста. Давай я попробую контролировать твой разум, нет? Сейчас вот контролирую разум и потом заставляю тебя съесть вот это. Как тебе такой вариант? А ну-ка. Давай, Люциус. Люциус, что ж ты? Минутку, Люциус. Мне нужно закончить одно дело. Какое дело тебе нужно закончить? Ты стоишь, нихрена не делаешь, чувак. Ты вообще оборзел? Его разум слишком силен. Ах ты, ёлки-палки. Ты интеллектуал прям у нас? Я смотрю. Ну и чего вы хотите тогда? Мне взять нож и зарубить его? Это было бы слишком просто. Я думаю, нужно заставить кого-то его грохнуть. Ты должен использовать предмет с помощью контроля над разумом. А чё это я подошёл? Дверь-подсказка или чё? Почему раньше мне этого никто не написал? Ну давайте, давайте. Где человек? Где человек, которого я мог бы заставить? Идёмте на улицу, наверное. Потому что здесь единственный человек это манекен, а манекен это нихера не человек. Так, открой дверь, тупарь, дебил, дебилоид, мудень. Так, у меня уже ругательства кончаются, потому что хочется и не матюкаться-то сильно. Потому что я же культурный приличный человек, о чём речь, да? Но вот Люциус, он своей тупостью, а в частности его тупость заключается в том, что он не подсказывает мне, что делать. Я как должен догадаться? Вот опять же, камень в огород разработчиков кидаю. Потому что во время Хитмана, во время прохождения Хитмана, у нас есть карты, на карте указаны значки, да? Но если вы упоротый задрот, вы можете играть на харде, и там значков не будет. Но вообще они есть. А здесь даже нет возможности эти значки как-то каким-то образом явить предвзором-то своим алчущим, горящим. Потому что я вот бегаю тут как упоротый, короче. А ты Люциус у нас упоротый, да? То есть в этом плане я роллплей, я отыгрываю роль. Да посмотрите, какой дебил. Неудивительно, что я ни черта найти не могу. Если я хочу, чтобы это прохождение было атмосферным, а, брелки-палки, конечно, я этого хочу. Тут же самый атмосферный канал на Ютубе. То я должен отыгрывать слабоумного, что я, собственно, и делаю. Я вот бегаю, не знаю, что делать. Я тебе уже говорил, чувак. Я сейчас, короче, полицию вызову. Будешь потом своего лучшего друга пристраивать в другие квартиры, да? Широкогабаритные. Толстые негры будут тебя там, твоего друга ублажать в душевой. Давайте наверх поднимемся, может, кого найдем. Я так думаю, нам нужно, знаете, что делать? Нам нужно тактику поменять. Мы должны исследовать весь дом. И исследуя весь дом, наверняка наткнемся на какую-то подсказку или что-то там вроде. Что-то, что натолкнет нас на дальнейшее раздумье, да? Потому что просто стоять и ждать, пока чудо свершится, это мы будем как вот этот вот уважаемый дворецкий, да? Который тоже стоит, непонятно, что он ждет. Рыцарь мне, наверное, не поможет. Они в средних веках уже давно вымерли. Где-то комната есть с крестами, какие-то портки галимые вообще. Люциус, тебе брать такую гадость в руки вообще не стыдно, нет? Бухло, да, но Люциус у нас трезвенник правильно делает. О, headline news. Сейчас, наверное, скажут про наш домик чудесный. Про то, что тут все очень хорошо, да? Что смерть тут правит бал. Нет, не говорят, просто какой-то мужик. Классные новости, я понял. Люциус, это телевидение специально для тебя, вот для таких, как ты. Новости для даунов. Просто мужик сидит и смотрит на нас, да? Чудесные новости. Сегодня в мире произошло, как обычно... Так, это что? Можно голову ему отвинтить? Нерон был или что? Похож, по-моему. О, слышь. Привет, мальчик. Держись подальше от наркотиков. А у тебя есть? Слышь, я буду от тебя подать, что-то идет. Дай наркотиков, чувак. Мне кажется, что вот этому человеку держаться подальше от наркотиков смысла нет. Он уже выглядит как наркоман. Полнейший просто. Хорошо, мы продолжаем исследовать. А что? Что я могу сделать? Мне нужен человек, который я мог бы контролировать, да? Может быть, полицейский? А я могу контролировать полицейского? Давайте проверять. Ой, извиняюсь, где-то там его. Его разум слишком силен. Ну, конечно. Ну, значит, что я могу сказать? Раз уж такие дела, раз уж тут все такие разумные. Тут интеллектуал полицейский, да? Он прям, не знаю, гегелевскую философию изучил там в один присест. Его сразу взяли в участок, да? Ну, что поделать? Бывает такое, да? Нам необходимо пойти туда, где, значит, званый обед. Найти там какого-нибудь другого прислугу. Опа. Почему мне всегда достаются такие знания? Это кто сейчас сказал? Терренс. Терренс, это полицейский? Терренс, ты полицейский? Полицейский? Полицейский, ты Терренс? Я не знаю, как правильно сформулировать вопрос. Ты кто? Как тебя зовут? Э? Э? Терренс. А, ну, черт возьми. Жалко, жалко. Я подумал, что мы нашли нового персонажа. Так, ну, чё, собственно, удивляться? Бегают туплю, как обычно, да? Не знаю, что делать. А чему удивляться-то? Игра, она так и задумана-то была. То есть, не сразу поймешь, что делать. В ней нужно думать. И это хорошо. Будем думать вместе, да? Да, дружище? Ты тут... Да, я понял. Ты, наверное, ждёшь, когда я уйду, чтобы ты смог вот это всё выпить. Нет, не так просто. Чё-нибудь, может, ещё будет написано. Избавиться на улице. А как тебя выманить на улицу? Как тебя выманить на улицу, мудак? Ладно. Возможно, я упустил момент. Может быть, мне нужно было сразу бежать вниз и... Давайте попробуем вот как-то вот это всё расколбасить. Я смотрю вот эти статуи. Мне кажется, вот, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что их раньше не было. Ни вот этой, ни вот этой. Всего этого говна раньше не было. Может, с ним можно что-то сделать? Новый предмет в инвентаре. Ой, чё я открыл? Это не инвентарь. Камень. Всегда можно воспользоваться камнем, чтобы что-то сломать. Окей. Хорошо. Что бы мы могли сломать? Давайте сломаем витрину. Мне кажется, что это было бы неплохо. Сломать тут нахрен вообще вот стекло какое-нибудь или что-то в этом роде. Ой. Или же... Или же сломать Терренса. Это тоже как вариант. Вот Терренса я бы с радостью сломал. Ой. Терренс, я тут вообще-то мебель бью. Тебе пофиг, нет? Терренсу пофиг. Терренсу никакого делали. Ой, проказник. Буль, хорошим мальчиком, принеси мне бутылочку вина. Вина 33-го года. То есть, правильно, слышишь? А что ты только сейчас это сказал? Работа по дому? А это где? Где работа по дому? Вынести мусор. Я так и не вынес долбанный мусор. Перенести коробки с мяса. Найти бутылку вина 33-го года. Слышь, ну ты вообще мудак. А как я должен? Ты сортировал по дате или что? Где тут вино 33-го года? Ну давайте смотреть, я не знаю. Слышь, блин. Мужик, спаси. Люциус в панике. Люциус жиробас. Люциус застрял. Это что, мне перезагружаться теперь? А, нет, все нормально. Ну, это не 33-го, да? А, собственно, где? Ну, наверное, где-то здесь, да? Давайте рассматривать их внимательно. Каждую. Каждую попробуем взять. Какую сможем взять, такая и 33-го года, да? Нехитрая логика вообще. Люциус у нас математик великий. Ну, это опять же видно по его сосредоточному лицу. Никакая из них не 33-го года. Представляешься, старый хрен. Нету 33-го года. Есть только год, наверное, там 1352-й, потому что, я не знаю, эти бутылки выглядят так, как будто они реальность средневековья откуда-то. Может быть, вот это? Да, тоже вроде бы нет. Ну, хорошо, допустим. А, а что, откуда? А куда я задолжен тебе их принести? И что ты встал на пороге? Что ты мне говоришь? Мне нужно закончить одно дело. Он не дает мне пройти. Ну, козлина, а? Хорошо. Да, допустим. Допустим. Бутылку. Ох, бутылка, бутылка. Блин. Разбить бы тебе об голову какую-нибудь пустую бутылку и не обязательно 33-го года. Знаешь, я бы тебе и 32-го бы разбил. Козел, встал там. Что-то ждет. Где ее должен брать вообще? О, библи... Нихрена себе! Вот это да! Вот это ты Люцус, короче, мудак. Я только сейчас это понял. У тебя в доме, родители, такую библиотеку. Меня бы в этот дом пустить. Я бы там, блин, все бы... Я бы сидел бы вообще не вылазил оттуда. А ты шляешься, убиваешь людей. Это просто кощунство. Давайте, наверное, выбираться с этого крыла. Я просто чувствую, что оно беспол... Опа. Стоп, стоп, стоп. Не, оно бесполезно. Видать, это вино 33-го года, вопреки всем законам здравого смысла и логики, будет находиться не в погребе, а на... Слышь, пойдет. Мне что, все их перебрать, что ли, мудак ты, черт? Ты посмотри, а? То ему не нравится, это ему не нравится. Уберешь, конечно, блин. Если не уберешь, я тебя... Ах, я тебя и так, и так прибью. Давайте пойдем на кухню. Там по-прежнему сидят эти унылые товарищи, эти, блин, додики, которые говорят какую-то ерунде. Упоминают усопших, которых в этом доме уже было 100-500 тысяч человек. По вине кое-кого, да, не будем указывать пальцем. Очень любезно с вашей стороны пригласить меня на рождественский ужин. Я польщен. Слышишь, кто мне тут бутылку даст? С 33-го года, да? Вы помогали нам в эти трудные времена. Пригласить вас на ужин 160, чё, блин? Классные субтитры. Мы должны быть крепкой семьёй. Мы многое пережили в последнее время, но я уверен, что мы выстоим, если будем держаться вместе. Если вы будете держаться вместе, будет хоровод, ребят, но вы не выстоите. Нэнс, меня немного беспокоит развитие вашего сына. Вот это меня, да, это я согласен. Меня как-то тоже немного беспокоит его развитие. По-моему, развитие отсутствует напрочь. Где бутылка, блин, 33-го года? Наверное, в холодильнике, я не знаю. Там, где мясо? Что я делаю? Куда я вообще пришёл? Не, ну, можно, ребят, малейшую подсказку? Давайте мусор вынесем. У нас на кухне вот пакет. Давайте вынесем мусор. Потому что я пока... Единственное, что я знаю, что делать, это вынести... Опа. А вот, кстати, наверное, человек, у которого мы будем контролировать, собственно, разум. И, кстати, бутылка тоже 33-го года может быть вот здесь ещё. Я как-то об этом забыл. Но чёрт его разберёт. Может и нет. Ну, мы всё равно сейчас идём с мусором, да. Поэтому уже доделаем одно, приняемся с другое. Я надеюсь, что сейчас в этот раз пакет не улетит в какую-то задницу, как в прошлой. Кстати, снег. Вот, в прошлый раз снега не было. Я как-то на этот момент-то внимания особо не обратил, а следовало бы. Открываем. И забрасываем. Нет? Конечно же нет. О чём разговор? Мы так просто... Слышь, выбрось эту дрянь. О, отлично. Так, телекинез. Телекинез. Оп. Оп. Ну, блин. Вот, я не знаю. Я, видимо, что-то не умею особо почему-то это делать. О! Новая запись. Работа по дому сделана. Чекущий показатель поведения 40. Отлично. Отлично. Вот, в этот раз получилось. А знаешь, в чём ошибка? Я нажимал две кнопки мыши вместо одной. Почему? Я не знаю. Не спрашивайте. А сейчас я нажал одну и всё было отлично. Всё было прекрасно. Новый предмет в инвентаре. Да, может быть и пригодится. Может быть мы просверлим ему дополнительное анальное отверстие этому дворецкому. За то, что заставляет нас шариться по всему дому в поисках бухла. Я же ребёнок. Мне нельзя вообще знать о таких вещах. Мне можно только распиливать людей напополам. Придавливать их пи... О, починили, короче. Инструмент починили. Ай да, молодцы. Люциус, бацай. Убитали болты на 1-2 дюйма. Понятно. Мамка. Ты так прежно себя ведёшь в последнее время, что нам нужно тебя как-то поощрить. Ты чё не видел? Чего? Чё он там? Мои серёжки. Ты извини, конечно, но ты, блин, спросила. Я... О, Сюсон. Сюсон, я даже знаю, чем ты будешь заниматься в этой игре, судя по твоему имени. Давайте мы, наверное, её... Раз. Разум слишком силён. Окей. Короче, я понял. Надо найти одного единственного человека, у которого тут разум слаб, да? И тогда всё будет понятно. Будет понятно, что нам делать. Вот, отлично. Сначала нужно восстановить силу. А я нахожусь, кстати, под крестом, и он у меня силу восстановить не позволяет. Сюсон, я не знаю, что это не значило. И чё я могу с тобой сделать? Скажи мне, пожалуйста. Значит, контроль над разумом и куда? Чё дальше? Что, собственно, дальше, родная моя? Давайте думать. Ты должен сначала взять под контроль человека, чтобы иметь... А ну, папашу моего грохни. Я ещё... Чё она тут встала, блин? Чё она ждёт? Ну, вернее, скажем так, чё она ждёт, понятно. Чё ждут от меня разработчики в связи с этим? Мне, ну, может, надо вот эту бутылку спереть? Не знаю, не могу понять. Не могу понять. Я вроде могу её контролировать, но... Толку от этого ровным счётом никакого нет. Оп. И... Я не знаю. Что-нибудь сделай! Сделай что-нибудь. Я тебя прошу. Не стой как дура. Ты должен взять под контроль человека. Так мне удалось или нет? Вот. Мне удалось, правильно? Она под контролем вроде как. Ага. Разум слишком силён, да? Тоже разум слишком силён. О! Вот ещё один тип, которого я могу контролировать. Смотрите-ка. Чудесно. И вот ты мне, наверное, дашь... Шампанское? Я не знаю. Чё... Чё от меня ждут? Оп. Оп. Ну, этот-то детектив. Его-то я по-любому не смогу контролировать, да? О, вот этого я по-любому смогу, мне кажется. Слышь, где тут фитнес-тренажёр? Я хочу, чтобы он вес сбросил. Мудень. Как еда, всё вкусно. Так я, собственно, не понимаю. Я пытаюсь... Я думаю, может... Блин, чего я вообще делаю? Вот. Я реально не понимаю, что я делаю. Мне просто нужно чем-то заниматься. Это серьёзно. Так. Найти бутылку вина. Ну, давайте найдём чёртову бутылку. Как-нибудь. Я даже не знаю. О! Да. Да. С этой игрой будут серьёзные проблемы геймплейного характера, да? То есть, такие тупняки. Ну, а что я могу? Вот что я могу сделать? Откуда я знаю, где эта бутылка вина, блин? Найдите бутылку и вообще ни компаса, ничего. Это, конечно, реализм, да? Но, опять же, мы играем в игру, где маленький мальчик обладает сверхспособностями. Какой нахрен реализм? Дайте мне бутылку вина. Давайте всё открывать, я не знаю. Мусор мы уже вынесли, мы уже крутые. Хоть с чем-то мы справились. Где я её должен, блин, достать? А, всё, я вспомнил. Там же был джин, да? Он когда-то у нас там пил. Джин, слышишь? Бутылка вина. Здравствуйте. Да пошла ты, сучка. Где, где вот? Вот это может быть? Не знаю. Я уверен, что эту бутылку вина невозможно, наверное, разбить, да? Она же квестовая. А с другой стороны, может, и возможно. Ладно, давайте проверим. Может, это она? Вдруг это она? Потому что она так стоит на столике. Прям козырно. Мне нравится. Давайте смотреть, проверять. Чё, собственно, будет. Показатель поведения 40. Мне бы добиться показателя поведения, там, 100. И мне дадут предмет, а предмет даст подсказку, там. То есть тебе не подходит то, что я принёс, да? Да уберёшь, уберёшь. Мы уже это прояснили. Ты тут главная шестёрка, ты всё уберёшь. Я сейчас буду играть в мальчика-мажора, который издевается над слугой, да? То есть будешь за меня полы мыть, подгузники мне менять, я не знаю. Тряпка старая. Так, ну, блин, ёлки-палки, где? Чё, собственно? Куда? Как? Я уже устал от беготни. Ну, блин, серьёзно, сколько можно? Всё подряд тоже обследовать. Не бог весть. Во-первых, надолго затянется. Во-вторых, не бог весть как результативно. Крест. Не-не-не-не-не. Опа. Вот удачно. Ни хрена себе, Люциус. Да ты живёшь вообще как бог. Чё тебе выпендриваться, я не понимаю. Жил бы, радовался жизни. Куда я вообще? В какую-то полнейшую задницу изобрёл, ребят. В какую-то полнейшую задницу. Что я могу сказать? Пока, значит, отключаю фрапсы и поищу самостоятельно. Потом, потом да запишу. Короче говоря, оказалось, ну, просто супер. Во-первых, тут есть подсказка. Да, я забыл её посмотреть. У меня много форм и способов применения, но в твёрдом виде я вызываю скольжение. Да, речь идёт, разумеется, о воде. Да, это понятно сразу. Но, блин. Честно, вот, речь-то о чём? Речь о том, что при этом любой нормальный человек подумает, надо этого Алистера как-то заманить на лёд. Да, вот надо его как-то заманить вот туда, он подскользнётся и упадёт. Серия называется «Подскользнулся». Но я не знал, что делать. Я бегал тут, вот, честно, полного времени, наверное, минут 30. Вот я бегал, я что-то старался, что-то выдумывал. Ну, он стоит тут и стоит, придурок. Я не выдержал. Я полез читать, как это проходится. Это невозможно. Это, я не знаю, сколько это нужно тут бегать, чтобы допереть. Во-первых, вода, оказывается, да, оказывается, нужно набрать её вот в эту бутылку. Вот я чувствую, игра будет весёлая. То есть, как я должен до этого додуматься без малейших каких-то подсказок, ну, не считая того, что мне, да, мне надо иметь дело с водой. Отлично. Прямо всё стало понятно. Во-первых, мне нужна пустая бутыль для воды. Во-вторых, мне нужно её набрать. Набрать её, в чём самый прикол? Можно, блин, насколько я понял из туториала, в одном единственном сраном месте. Это в той ванной, где мы убили уборщика. Ну, точнее, откуда... Так, меня уже сюда не пускают. Твою мать. В той ванной, из которой, значит, уборщик вышел, чтобы потом идти фигачить пианино, понимаете? Да что... А, ой, господи, блин, твою мать, это... Надо было переключить способности, да? Я сейчас был на контроле над разумом или на телекинезе, я уж не знаю на чём. Вот, вот так открывается дверь. Значит, вот там вот ванна, да? Если верить тому небольшому прохождению, которое я прочёл в интернете на эту тему, то мне нужно вот сюда, в эту ванну, мне нужно взять эту бутылку и, да, и вот так вот её набрать. Вот это ты, Люциус, короче, вообще кривоглазый. Я не знаю, кто так воду набирает. Мне кажется, что ты таким образом мог набрать разве что ржавчину с крана. Ну, это не важно. Игровая условность, да. Якобы мы всё сделали. Потом... Вот потом вообще обалдеть. Вот эта чёртова сосулька, нужно встать под сосулькой, взять бутылку с водой, и появляется стрелочка. Вот она не появится, пока мы не достанем бутылку с водой. Я правильно понимаю? Да, то есть мы должны допереть каким-то макаром до того, что вот здесь вот нам нужно разлить воду. То есть, понимаете, само по себе это не тяжело, если бы я вот бежал, и мне раз тут, типа, какой-то значок. Оп, сосулька. Да как её можно заметить вообще? Я в жизни бы не обратил внимания на эту херню, блин. И я полчаса как идиот тут бегаю. И вот, значит, мы разливаем, да. Предмет использован правильно. И выдираем, по-моему, телекинезом лучше делать, да, потому что его немножко шандарахнет, если он... Или нет. Люсус, ты как? Что случилось со светом? Ну да, логично, что можно использовать гирлянды, можно... Новая запись в записной книжке. Аластейр. Что у меня есть такое, в чём можно пронести воду? И что не вызовет... А, они всё-таки дают подсказку. Всё, тогда извиняюсь. Ну, всё равно тоже, согласитесь, догадаться вот эту хрень, отключить, это... Да хотя можно было, наверное, можно было догадаться. Если нам нужно выбить Алистор на улице, как его выманить, не отключив свет, да. Можно было догадаться. Но тяжело, блин. Потому что эта маленькая хрень, она едва заметна. Вот она там торчит, и что толку, собственно. А потом нам дают подсказку про воду. Да, наверное, всё правильно. Наверное, надо думать побольше, да, и надо не лазить в прохождение. Но, а что я могу? Если бы у меня была куча свободного времени, новая запись записной книжки... Ой, приведи помощь, Люциус, быстрее. Похоже, я протянул спину. Ну вот теперь становится очевидно, да, что телекинезом мы... Оп! Эту красоту. Ну чё? Не, ну, Люциус, слышь, ты постарайся как-то чуть-чуть беспалевнее-то всё это делать, а? Тебя прям видно, мне кажется, за версту. Оп! Да, да, Алистер, всё, последнюю молитву давай. Ой, я, наверное, не буду это на превью ставить, это слишком уж отвратительно. Ну, давайте какую-нибудь картинку такую по миролюбить. Люциус, что ж ты такой злобный-то маленький хрен, а? Вот что тебе сделал несчастный? Несчастный, да, вот этот вот. Я даже уже не знаю, как его назвать. Единорог наоборот какой-то, я не знаю. Новая запись в записной книжке. Хотя наоборот, это если бы ты ему в жопу ставил. Ну, в принципе, да, единороги существуют, это мы уже выяснили. Ой, что ж такое, да, у меня дома-то происходит? Ай, незадача какая вообще. Дзень, дзень. Господин Вагнер, это Уэйн Прессонс, Геральт. Я хотел бы задать вам несколько вопросов о недавних смертях в Данте Маннер. Маннер, типа поместье Маннер, так и перевели. Это частная линия. Откуда вы узнали этот номер? Пять мертей в течение нескольких месяцев тянут на сенсацию, господин Вагнер. Общественность должна знать... Кристофер Уокин, который заговорил по-русски, да. Говорит сенатор Чарльз Вагнер. Пожалуйста, соединить нас с детективом МакГаффином. Вот фамилия у человека. Так и представляю себе какую-то собаку, блин, в котелке. Вот не знаю почему. Пресса все ближе подбирается к этому делу, господин МакГаффин. У меня выбраны на носу. Я не могу позволить, чтобы все это вышло из-под контроля. Вы мне нравитесь, господин Вагнер. Ваша музыка потрясающая. Эти журналисты, как стрелятники, кружатся над каждым печальным случаем, который я расследую. Но ничего не поделаешь. У нас свободная страна. Да, прям вот, который ты расследуешь. Только ради тебя все. Информация не должна пасть в газеты, господин МакГаффин. У нас была черная полоса. Только и всего. Ставки высоки, и я нахожусь под большим давлением. Мне нужно уладить ситуацию. Мы оба находимся под давлением. Ваша неразбериха выставляет наш округ на посмешище, и моему начальству это совершенно не понравится. Да и если дело не будет улажено, это покажется нам просто цветочками. Угрожаете, господин Вагнер? Это не то, что вы хотели бы знать. Пара телефонных звонков может сотворить чудеса. Короче, господин Вагнер оборзел окончательно. Да, у него сынок беспределит, а он наезжает на нашего собакообразного детектива МакГаффин. Ну, я не знаю, фамилия просто потрясающая. Детектив МакГаффин! Ага. Разрешите обмолвиться с вами, словечко журналист. Как вы сюда попали, крысовы? Вы ведете дело в поместье Вагнеров, и я хотел бы задать несколько вопросов о серии необычных смертей, которые произошли за последние несколько месяцев. Ох, как ты сейчас ему, короче, грузно выпьешь. Оставь этих людей в покое. Этим людям не повезло, вот и все. Они хорошие люди, им нужно место, где они могут пережить эти потери. Поцелуй, да, его еще вообще, красавчик. Он его сейчас засосать хочет, или же? Если еще раз увижу вас рядом с тем, то взорвзор, у вас будут большие неприятности, понятно? Ну, как мы обиделись. Я был уже почти готов взяться за латиноамериканскую горничную. Ты, короче, пес вообще. Я планировал обыскать ее комнату в надежде найти бутылку с красиным ядом или замок, но неожиданно стало уже поздно. Похоже, у Тома Вагнера, брата Чарльза, был роман с двумя горничными. Судя по всему, одна из них узнала об этом, и ей это не понравилось. Даже не знаю, что они нашли в этом парне. То есть он жил за счет брата и занимался непонятно чем в своем грязном маленьком кинозале. Когда мы осматривали эту комнату, она оказалась в логовом больного на голову извращенца. Да у них же был ребенок в доме, невинная душа вообще, просто маленький ангелочек. Тогда мне было неведомек, что это за ребенок. Ах ты, скотина, ты меня раскусил, да? Ах ты, зараза, блин. МакГаффин, 3 января 73 года, розовые отношения. Ой, блин, роковые отношения, да-да-да. Давай, отношайся, Люциус, пойди там со всеми поотношайся, подобрей немножко. Новая запись в записной книжке. Джавита. Из него получится хороший козел отпущения. Я знаю, что между ней и что? И дядей Томом что-то есть. Да, между ней и дядей Томом есть, наверное, пристрастие, которое питает читатель к вымышленному персонажу романа. Хижина дяди Тома я не читал, но, наверное, книга неплохая, да? Значит, есть толерантность, есть, наверное, сочувствие. Щелк и рождаются воспоминания. Понятно, фотоаппарат. И каким же образом мы, значит, фотоаппарат можем использовать для убийства? Джавита, ты? Как тебя фотоаппаратом убить, скажем? О, опять пошло-то, поехало. Люцус, завязывай ты уже с кокаином, чувак. Это плохо на тебе отражается. Ну, какие глазки. Ты видел своего дядю Тома? Если увидишь, передай ему, что мне нужно с ним поговорить. Чудно. Значит, убить нужно тебя? Или как? Он же сказал, что из него получится хороший козел отпущения. Тогда зачем ее убивать? Еще не видел дядю? Убить, наверное, надо дядю. Надо, чтобы она убила дядю, правильно? Речь идет о том, что у дяди было две любовницы. Дядя тут такой герой-патрахун. Поэтому любовница убивает дядю, да? Любовница горничная убивает дядю. Где он там, кстати, этот дядя ваш Том? Где его там искать? Вилл. Не мог спать прошлой ночью. Мне снился этот сон, где я говорю заживо. Я ничего не мог с этим поделать. Ни хрена себе. Ну, тогда ты, наверное, в морозильнике, да? То есть ты пытаешься от сна отойти, где ты горишь заживо в холодильной камере? Нет? Нет, не пытается. Нелогично. Тебе сюда надо. Да где ты там, Уилл? Заперто. Кто такой Уилл? Кого нам надо убить? Дядя Том. 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 Нам не нужен Уилл. Чертовой матери этого Уилла. Так. Бегаем. Бегаем. Рассматриваем. Разглядываем вообще все на свете. Так. Попробуем. Значит. Так. Вот это. Так вот это постоянное. Так. Надо избавляться, да? Какие есть синонимы слова так? Ну, наверное. Да, это ужасно. Очевидно, ты в большом напряжении. Знаешь, что помогает мне расслабиться, когда я нервничаю? Джаз был. Джаз. Тебе нравится? Джаз, а? Тебе сейчас помни об этом. Надо думать, кто бы ты ни был. Просто тебе еще не попадались в правильное произведение. У меня есть запись в моей группе. Обязательно ее послушай. Она просто классная. Точно. Да, да, да. Вот эти мудни, которые там пару песен налабают, потом ходят всем, рассказывают. У меня есть группа, я вообще, мы сейчас там Джимми Хендрикса затмим, да? Очень люблю таких людей. Ну, что, Люциус, мы будем сегодня напрягать мозг-то? Давай, ты же сын дьявола. У тебя должна быть нехилая там карта, датабаза в башке о способах убийств. И самое главное, где дядя Том? Скажи мне, пожалуйста. Как мне его найти? Джави-то мне не подсказал. Он мне сказал, найди, короче, этого мудни. Слышь, папа, где наш дядя? Здравствуй, сынок. Я помню, что обещал провести с тобой время, но действительно очень занят сейчас. Кому ты вообще нужен, блин? Ты переоцениваешь свои отцовские влияния на меня. Вот это да, занят он сейчас. Чем же ты, дружище, занят? Ты ходишь, блин. О, кресты, кресты. Где-то висит крест. Люций, ты попросил бы своих родителей, чтобы они всю эту хрен поубирали? Саври, я не знаю, что-нибудь. Не говори, конечно, что я сын дьявола, мне не нужны кресты. Ну, придумай что-то, например. Эта история, она заставляет меня грустить. Мне так жалко бедного Христа, его там распяли, как бы. А вы здесь поразвешали и теперь вспоминайте об этом. Зачем бы там вспоминать? Это же грустно, да? Кстати, эту историю было бы неплохо тебе, Люцус, сказать не только своим родителям, но и многим другим верующим, которые зачем-то носят это у себя на шее. Я понять этого не могу. Как будто Господь... Ой, Иисус, да? Те, кто верят во второе происшествие. Он детский-то придет и такой, о, ребята, блин, все, я пошел назад. Я смотрю, вы вообще в восторге от того, что произошло, да? Так. Так. Опять что-то так, долбаная мать его. Куда? Куда мне? Куда мне? Так. Так. Куда мне так? А что еще говорить о такой ситуации? Где-то находится этот дядя Том, да? Дядя Том, где ты? Он негр, нет? Вот если он негр, я все понимаю. Если нет, то тогда неувязочка. Значит, я кого-то не того ищу. Черт, побери. И опять же Джавита. То есть, возможно, возможно, мне бы надо было бы в идеале вообще заставить Джавиту оказаться рядом с дядей Томом. Каким-то образом. Я с трудом представляю себе, каким. Ну, фотоаппарат. Щелка рождается в воспоминаниях. Да, у меня же была там фотоаппарат или вот этот вот... Я не знаю, какие это годы. Это же старые годы, если я не ошибаюсь, да? То есть, это где-то 80-е. Там, возможно, фотоаппараты такие стационарные на ножках. Черт его знает. Вот не в курсе, да? Надо найти. Надо найти фотоаппарат. Но, в принципе, в принципе, можно... Можно на этом серию оборвать, да? Вот, вот, прям вот здесь. Вот, кстати, может быть, что-то тут и есть. Возьмем кассетку, нет? М... М... Мань... Манти... Махти Мелад. Махти Мелад. А, 18. Ах ты! Проказник! Кто тут? Кто тут вообще? Кто тут находится? Вот, кстати, щелка рождается в воспоминаниях. Нет, не то. Слышь, куда мы забрели Люциус? Ты... Ёл, я только заметил. Вот это вот. Ух ты. А ну-ка. Мамма моя родная. Слышь, тут кто вообще находится? Люциус, об этом надо рассказать. Надо... Это нельзя использовать таким образом. Ах... Я... Я вообще знаю, что... Что используют вот таким образом, да? Но у нас такого предмета нет. Может, просверлить что-нибудь? Может, я не знаю. Блин, красиного яда туда бросить. Вот это... Вот это да. Игра, конечно, да. Игра четкая. Это, получается, кто-то всю эту красоту записывает, да? Это, наверное, дядя Тома есть. Вот у меня прям такое ощущение. Что это наш дядя Тома есть. Почему ребенок может так беспалевно попасть в подобное помещение? А хотя, знаете что? Давайте, да. Вот на этой чудной ноте, значит, эту серию оборвем. Люциус, наслаждайся, пока у тебя есть время. Потому что скоро ты отсюда уберешься. Значит, это было прохождение... Люциуса, вот этого замечательного вот товарища, да? Очень с умными глазами, да? Значит, что там? Если вам понравилось, то подписывайтесь. То ставьте тогда лайк под этим видео. Распространяйте его повсюду. Просто, я не знаю. Вообще, отправьте его на ОРТ. Отправьте вот это видео, если вы слышите меня на ОРТ. Константину Эрнсту. Скажите ему, Костян, он же по-прежнему на ОРТ там главный? Не знаю, гендиректор. Я вот не уверен. Я не удивлюсь, если это уже Иван Урган, который заполонил там каждую щель. Неважно. Костян, скажите ему. Костянчик. Ты посмотри, какой талант вообще в интернете. А его никто почти не смотрит. Ты представляешь себе, какая несправедливость, Костян? А ты своей властью, своими священными патлами, как у Иисуса Христа, причесочкой своей, можешь так взять этого человека и на вершину славы поднять. Будет какой-нибудь там вечерний Декарт, Урган, то мы выбросим на мороз, кому он вообще нужен. Отлично. Все, я попрощался. Значит, всем спасибо, всем удачи. Всем счастливо. И будем идти навстречу славе, почету и известности. Всем пока, ребят.